Еще хочется показать красоту этого места. Фонтан и сам парк. Дворец издалека. Регулярный парк разбитый по законам французского парка. Рядом зоопарк, который был открыт по велению императора Франца. Первого супруга Марии Терезия. Он увлекался очень науками, искусствами, науками естественными. А Мария Терезия жила в свои руки в управлении государством. А это фонтан, который чисто символическое значение имеет. Нептун, его царство. Это наведение порядка во всем мире. Олицетворение силы. Аллегория такая. И прославление монаршей силы в первую очередь. Царство Туда. Царство монарха на земле. Вот там, дальше на горе, за этим фонтаном, другое прекрасное строение. Не знаю, как это называется, так как парк громадный. И мы сейчас хотим все посмотреть, полюбоваться вот этой красотой, симметричностью этого парка. Здесь много туристов, но относительно немного. И, наконец, мы пришли на этот холм, с которого открывается прекрасный вид на Вену. Впереди садово-парковый ансамбль Шонбрун. Вот регулярный парк в французском стиле. А дальше Вена. Над всеми высится башня Стефан, собор Святого Стефана. Вот так. Старая Вена. А позади, вот на самой высокой точке, это Глориета. Глория – это слава. А Глориета – это вот такая уменьшенная слава. С орлом – символом монаршей власти. С прудом прекрасным. С парковой скульптурой. Возоны белые. Скульптура. Вот сейчас там, под стеклом, в стеклённом зале, застеклённым, находится очень пафосное кафе. Очень много прогулочных дорожек, очень много туристов здесь. Но относительно, конечно, немного, потому что летом здесь громадные толпы. А внизу, под этим холмом, вот скульптура вне фонтана Нептуна. Мы его уже миновали, он там внизу оказался. Мы зашли на высоченный холм к прекрасному павильону, который называется Глориета. Это триумф красоты, славы императорской власти. Прочитай, пожалуйста. Йозефа и секунда Августа. Это Мария Терезия Августа. Имперанти эректум. 1775 год. То есть... Возведена Глориета в 1775 году в честь Марии Терезии и Йозефа Августа. Да. Во время Марии Терезии и Йозефа Августа. Вот такой вот триумф власти императорской. Всего лишь навсего летний павильон с такой парадной лестницей. Но тут устраивали праздники летом. Гуляния монарша особо приглашала гостей. И во всем этом парке, вот там мы видим Шонбрун. Тут дворец летний. Громадный парк вокруг. Здесь, наверное, звучала музыка. Наверное, были иллюминации, и окни, и моряшные гости. В общем, я представляю, какая здесь была красота. Верхний Белеведер, говорится. Мы зашли с другой стороны. Все рассмотрели. Все залы. И спускаемся сейчас по парку вниз. По этому прекрасному регулярному парку. И спускаемся вниз, к нижнему Белеведеру. А там вдали высится башня собора святого Стефана и вся Вена. Старая Вена. Мы находимся сейчас близ нижнего Белеведера. Это фонтан. Зимой он, конечно, не работает, но он великолепен летом. Здесь все в цветах. Это лабиринт. Представьте себе, все растения зеленые. Все тщательно выстригается. Ровные-ровные линии. Пирамидальные формы. Тис. И вдали там нижний Белеведер. Тоже сокровищница искусств. Все, мы кидаем это прекрасное место и удаляемся. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.